Всем доброго дня! Это Гелиосар, и сегодня мы продолжаем цикл занятий под названием «Английский с нуля» по учебнику Валентины Скульте. Сегодня мы поговорим о словах, обозначающих профессию. В русском языке, чтобы образовать слово, обозначающее профессию, надо добавить суффикс. Ну, например, учить – учитель, играть – игрок. То есть у нас разные суффиксы, а в английском языке, чтобы образовать слово, обозначающее профессию, надо добавить суффикс –и-р. У нас уже было слово – учить, teach. Teach – это учить. Вот добавим суффикс –и-р. У нас получается – teacher – учитель. Точно то же самое происходит и с другими словами. Например, у нас вот было с вами слово run – бегать. А бегун – тот, кто бегает – runner. Обратите внимание, пожалуйста, удвоится буква N. Буква N удвоится и в слове swim. Swim – swim – это плавать, а тот, кто плавает – swimmer – пловец. Тоже заметьте, удвоенная буква M. Дальше у нас с вами было слово работать – work. Если не было, то вот сейчас давайте мы о нём поговорим. Work – это работать. Homework – домашняя работа. Classwork – классная работа. А рабочий – worker – рабочий. То же самое касается слова read – читать. Read – читать. А тот, кто читает – reader – читатель. Write – писать. А тот, кто пишет – писатель. Ну, здесь уже есть в конце буква I. Так что просто добавим R. Writer – писатель. Play – играть. Было у нас это слово. Тот, кто играет – игрок. Player. Ну, правда, тот, кто играет в компьютерную игру или игры – это уже не плеер. Это гейм. Игра компьютерная. И геймер. Но тоже, между прочим, добавляется этот же самый суффикс. И – R. Дальше было слово у нас catch – ловить. А тот, кто ловит – catcher. Ловец. Вот так вот с помощью суффикса и – R образуются названия профессии в английском языке. Давайте потренируемся и выполним письменно упражнения. Прежде чем выполнять упражнения, разберем, что мы будем писать. Первое предложение. Мой брат умеет бегать быстро. Мой брат умеет бегать быстро. My brother can run fast. Он бегун. He is a runner. В слове runner не забывайте удвоиться – n. Второе предложение. Я умею читать хорошо. I can read well. Я читатель. I am a reader. Здесь используется глагол to be. Если вы его забыли, давайте вспомним. Когда кто-то один, говорится – is. Когда много – are. А когда я – I. Говорится – am. Поэтому I am a reader. Третье предложение. Его папа умеет водить машину. His father can drive a car. Он – водитель. He is a driver. Четвертое. Ласточка умеет летать. The swallow can fly. Она – летун. It is a flyer. К слову fly, летать, просто добавите – e-er. Как мы уже и говорили. Пятое предложение. Ее сестра умеет писать книги. Her sister can write books. Она – писатель. She is a writer. Шестое. Кошка умеет ловить крыс. Кошка умеет ловить крыс. The cat can catch rats. Она – ловец. It is a catcher. Седьмое. Он умеет работать. He can work. Он – рабочий. He is a worker. Восьмое. Эта девочка умеет плавать быстро. This girl can swim fast. Она – пловец. She is a swimmer. В слове swimmer удвоится – em. Девятое. Оно несколько другое. Он имеет сад. Иметь или есть – это have. Помните глагол to have – иметь. Он имеет сад. He has a garden. Он – садовник. He is a gardener. Тут вот, видите, окончание – er добавляется не к глаголу, а к существительному. Сад – garden, а садовник – gardener. Ну вот, мы все разобрали. Теперь напишите это упражнение сами, а потом проверьте, что у вас получилось. И вот текст в виде диалога, в котором как раз эта же самая тема и рассматривается. Прочитаем. Если встретятся незнакомые слова, выпишем их и выучим. Текст называется – what am I? Кто я? Вы тут сразу, наверное, скажете, а почему кто я, когда вот переводится что. Надо вам сказать, что у них два слова, два вопроса. Кто? Who are you? Или who am I? Или who is he? Это кто вы, кто я, кто он по имени. А what are you, what is he, what am I? Это кто я, кто вы, кто он по профессии. Поэтому what am I – это кто я по профессии. Разговаривают Ted and Fred. Ted, can you guess, Fred, what am I? Можешь ты угадать, Fred, кто я? Здесь у нас слово guess, угадывать, незнакомое. Выпишите его. Guess и напишите транскрипцию. Г, девятка, е, как русское е, и с, guess, угадывать. Фред отвечает. Do you teach in a school? Ты учишь в школе? Ted, no, Fred, I am not a teacher. Нет, Фред, я не учитель. Фред, do you work at a factory? Ты работаешь на фабрике? Factory – это фабрика. Тоже можете выписать себе это слово и написать транскрипцию. Factory – фэ, полуа, полуэ, фэ, кэ, тэ, фээктори. После тэ мы слышим коротенький звук э, который пишется как перевернутая е. Фэк, тэ, ри, рэ, и, и. Фэктори – фабрика. Ted, no, Fred, I am not a worker. Нет, Фред, я не рабочий. Фред, do you write books? Ты пишешь книги? Ted, no, Fred, I am not a writer. Нет, Фред, я не писатель. Фред, then what do you do? Тогда что ты делаешь? Ted, I plant flowers and trees. Я выращиваю, ну или сажаю цветы и деревья. Слово plant, снизу нам его выписали. Тоже выпишите его. Plant – это сажать или выращивать. Отсюда произошло слово плантация. Фред, then you are a gardener. Тогда ты садовник. Ted, yes, Fred, I am a gardener. Да, Фред, я садовник. Прочитайте этот текст сами и выпишите, выучите незнакомые слова. Домашняя работа, homework, такая же, как упражнение, которое мы выполняли. Почти с такими же словами. Итак, первое предложение. Ее папа умеет работать. Her father can work. Он рабочий. He is a worker. Второе предложение. Летучая мышь умеет летать быстро. The bat can fly fast. Она летун. It is a flyer. Третье. Волк умеет бегать. The wolf can run. Он бегун. It is a runner. Четвертое. Мой брат умеет водить машину. My brother can drive a car. Он водитель. He is a driver. Пятое. Эта девочка умеет читать книги. This girl can read books. Она читатель. She is a reader. Шестое. Его мама умеет писать книги. His mother can write books. Она писатель. She is a writer. И последнее седьмое. Этот мальчик умеет плавать. This boy can swim. Он пловец. He is a swimmer. Выполните это упражнение письменно, а потом проверьте, что у вас получилось. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok и онлайн. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok